Сегодня мы продолжим нашу прогулку по улице Ленина, бывшей Московской. Если мы мысленно представим эту улицу в XIX – начале XX веков, то увидим в основном деревянные одноэтажные, редко двухэтажные домики с резными наличниками и крылечками. Некоторые из них сохранились до наших дней. Правильнее начать знакомство с этой частью улицы с дома под номером 105. На нем скромная мемориальная доска – бывший дом Преображенского. Василий Васильевич Преображенский – видный деятель здравоохранения Симбирской губернии. Симбирскую губернию он был переведен в 1843 году на должность медика Аллатрской удельной конторы, где через два года его усилиями была открыта больница для крестьян. Через 10 лет Василий Васильевич Преображенский, хирург или, как раньше называли, оператор Симбирской врачебной управы, был переведен по собственному желанию в Симбирскую больницу приказа общественного презрения. Одновременно Василий Васильевич был врачом Симбирской духовной семинарии, где не только занимался лечением заболевших учеников, но, согласно положению, читал лекции по медицине, чтобы будущие священники и учителя приходских школ в случае необходимости могли оказать медицинскую помощь нуждающимся. Этот дом, деревянный на каменном фундаменте, Преображенский построил в 1864 году. Спустя примерно 10 лет его владельцем становится священник Петр Иванович Юстинов, который преподавал в Симбирской семинарии в должности профессора. Петр Иванович Юстинов относился к самым образованным духовникам края. Он окончил Казанскую духовную академию со степенью магистра, владел еврейским, немецким, турецким, латинским, греческим, татарским языками. С 1866 года он стал законоучителем Симбирской классической гимназии и настоятелем гимназической церкви. Являясь членом Симбирского губернского статистического комитета и преподавателем гимназии, он встречался с Ильей Николаевичем Ульяновым, в том числе и в своем доме. В доме Юстиновых также часто бывали дети Ульяновых. Однажды Оля заболела и решила послать Владимира с запиской к своей подруге Вере Юстиновой. Володя безропотно взвалил на себя бремя почтальона, но на душе у него было тяжело. Прозная про этот визит приятелей, в колкости не оберешься. К тому же отец Веры был законоучителем в гимназии. Володя с замиранием сердца подходил к протеерейскому дому. Но визит окончился конкузом. Убежал не он, а Вера. В начале 80-х годов Петр Иванович решил пристроить к северо-восточному углу дома одноэтажную каменную кухню. Сейчас эта часть дома под номером 107. Спустя 18 лет к зданию пристроили второй этаж. Сейчас здесь размещается Ульяновская еврейская община. Для современной улицы Ленина стал привычным грохот проезжающих мимо трамваев. Как мы знаем, первые 600 метров рельсового пути Ульяновского городского трамвая были уложены в 20 веке в послевоенное время. Однако мало кто знает, что губернатор, граф Владимир Владимирович Орлов Давыдов, еще в марте 1867 года предложил устроить рельсовый путь от пристани реки Волги в гору высотой в 70 Сожен. Спустя десятилетие 11 ноября 1910 года в Симбирской городской думе собралась специально избранная комиссия по устройству трамвая в городе. Следующий дом на улице Ленина под номером 99 когда-то принадлежал дворянам Шапрон Дюларе. Швейцарский гражданин и российский дворянин, успешный педагог Генрих Иванович Шапрон Дюларе приобрел этот дом в 1883 году. Вскоре в семье Новоселов родился сын Алешенька, второй из четверых отпрысков уважаемого семейства. Юноша с отличием окончил сначала Симбирский кадетский корпус, потом Николаевское кавалерийское училище и продолжил службу лейб-дарагунском полку. В 1908 году Алексей Генрихович оставил службу и вернулся в Симбирск, чтобы наследовать отцовское достояние, в том числе и этот домик на Московской. Но с началом Первой мировой войны он вернулся в армию. В ноябре 1917 года Шапрон Дюларе стал деятельным участником Белого движения. Через два года он был ранен, а затем произведен генерал-майором. Через год он покинул родину вместе с женой. Владельцем этой старинной усадьбы был австрийский подданный итальянского происхождения, католик Жульен Макке. Правда, в Симбирске его звали Иван Иванович Макин. Совсем молодым человеком в 1817 году здесь он открыл первый магазин бокалейных и колониальных товаров, а при нем винную лавку, где торговал заграничными виноградными винами. Иван Иванович стал одним из самых уважаемых людей Среднего Поволжья. Он служил бургомистром и гражданским заседателем в губернтской палате гражданского суда и был одним из членов всесословного немецкого собрания. Позже усадьбу унаследовали дети Макке, а затем усадьба перешла к опцам Сачковым, о которых мы расскажем в следующих передачах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА